В понедельник продолжается разворачиваться борьба между позитивной макро-статистикой и сигналами второй волны вспышки коронавируса. Игнорировать сигналы становится все сложнее, преимущественно психологически. Азиатские рынки у нас закрылись в существенном минусе, особенно японский индекс. Что касается Европы, они начали открытие со снижением, но затем опять перешли в плюс. Быки у нас перехватили, как видно, инициативу. Торгуются они чуть выше, получается сейчас открытие. При этом они сначала сегодня трагировали на новости с прошлой недели, что некоторые штаты США пересматривают планы по снятию карантина или по обратному введению части мер, связанных с карантином. Рост прибыли промышленных предприятий в Китае. Эти данные у нас появились на выходных. Показали они, что рост прибыли составил 6% в годовом выражении. Вроде как, все это отнести к позитивным апдейтам по макро-статистике по такой важной стране, как Китай. Однако, разобравшись в деталях отчета, можно сделать такой вывод, что рывок произошел лишь в тех секторе, при этом остальные отрасли отставали. Кроме того, рост прибыли пришелся за счет сокращения издержек. Большую часть, больше вклад именно внесло на не рост продаж, а сокращение издержек. И это, естественно, подразвивает, что у нас произойдет экономия на рабочей силе, в том числе в виде сокращений, в том числе в виде урезания зарплат. И это, естественно, негативный сигнал для потребительских расходов на месяц вперед. Теперь мы перейдем к рассмотрению данных по позициям на фьючерсном рынке в США, позициям по индексу S&P500. Произошло у нас такое неожиданное изменение в позициях. Чистая позиция по фьючерсам на S&P500, это длинные позиции минус короткие позиции. Чистая эта позиция, она у нас резко изменилась в положительную сторону, произошел рост чуть более минус 40 тысяч контрактов, да, у нас составляла позиции. И вот на прошлый вторник, получается, у нас произошло такое положительное изменение. Спекулянты крупные, они сократили короткие позиции по индексу сразу на 29 тысяч контрактов почти. Если мы говорим о ставке на рост индекса, да, изменения отдельно в длинных позициях, то они также сократились. То есть мы видим, что у нас по коротким позициям произошло резкое сокращение, но пока участники рынка не торопятся делать ставку на рост индекса. Но в целом, так как произошло сокращение именно по коротких позициях, мы видим, что чистая позиция по фьючерсам, она у нас изменилась в положительную сторону. Долго, как мы видим, она оставалась у нас в минусе, причем минус этот увеличивался. Это говорит о том, что короткие позиции крупных спекулянтов росли, в то время как, наоборот, рынок рос. Да, вот такой вот контринтуитивный шаг сделали крупные спекулянты, да, они делали ставку на падение в то время как рынок рос. Но сейчас произошло вот изменение, часть вот этих спекулянтов, она, похоже, что устала ждать второго падения и сократила свои короткие позиции, что, естественно, добавляет аргументов в пользу того, что индекс наконец-таки нащупал у нас платформу на уровне 3000 пунктов вот здесь, после вот такого небольшого пробоя. Здесь, возможно, стоит ждать сейчас консолидацию перед тем, как мы перейдем ко второй волне роста индекса. Сейчас же росту препятствует, очевидно, буря, вот эта возникшая из-за заголовков о второй волне коронавируса. Есть, естественно, такие небольшие негативные шоки, которые представляют корректировки отдельных штатов США в плане того, вот как они будут снимать карантин или, наоборот, возвращать часть его. Но, собственно, это небольшие шоки пока что. Вот, но слабый рухик, мы видим, у нас избавляется от американских акций, что вызывает у нас ослабление индекса. Что касается других, назовем их, горячих точек пандемии коронавируса, то бросается в глаза, прежде всего, ускорение числа новых случаев в Индии. Примерно вот за две недели назад, после вот такой вот динамики неустойчивой, да, когда у нас, ну, вероятно, пересматривали здесь число, ну, прирост ежедневный получается в Индии, вот здесь происходил пересмотр, затем вот видно, что начал происходить рост числа новых случаев ежедневно, да, прирост. И за две недели получается ежедневный прирост случаев у нас увеличился примерно с 10, с 11 тысяч до 20 тысяч человек в день. При этом у нас рост в Индии заболеваемости концентрируется в пяти крупных штатах, таких как Дели, Махараштра, Гуджарат и других штатах крупных. Они у нас приносят 43% от вала внутреннего продукта, и вот такое развитие ситуации, да, угрожающее, что действительно, как бы нельзя сказать, что ситуация под контролем с коронавирусом в Индии, и очевидный рост случаев, да, у нас происходит. Вот, это, естественно, вынуждает нас пересмотреть прогноз по ВП Индии за второе квартал, потому что это, естественно, вынуждает власти сохранять ограничения, сохранять режим самоизоляции, да, не позволяет им начать постепенно перезапускать экономику. И, естественно, это позволяет пересмотреть прогноз по потреблению нефти. Если мы посмотрим, сколько у нас Индия потребляет от общего спроса мирового, это вот находится на четвертом месте в процентном выражении, это почти 5% от мирового потребления на 2018 год, эти данные. И, естественно, одна из крупнейших стран потребителей нефти у нас остается на карантине, это вынуждает нас пересмотреть прогноз по тому, как будет изменяться потребление нефти в ближайшее время, и, естественно, создаёт барьеры для дальнейшего роста нефтяных котировок. Это также нужно иметь в виду. Есть у нас ОПЕК, но также у нас есть сторона спроса, и, как мы видим, на стороне спроса у нас склоняется постепенно баланс в пользу негативных именно изменений в плане потребления. А вот, что вам нужно иметь в виду на данный момент. На сегодня у меня всё. Спасибо за внимание. Увидимся с вами в среду. Субтитры создавал DimaTorzok